В общем, мы сделали все, что могли. Я считаю, что вопрос, который мы задавали, повис в воздухе, остался без ответа. Как так получилось, что один кандидат в 10 раз больше других, каждого из других кандидатов, присутствует в средствах массовой информации? Как так получилось, что в средствах массовой информации, полностью подконтрольных городу и которые финансирует город, оказался только один кандидат, действующий мэр? Мы не поняли из ответа суда, кто в этом виноват и что нам делать, что называется. Делать нам нужно следующее. 9 числа будет еще один суд, на котором вы дадите нам энергии. Как дальше с этим поступать? У нас есть три месяца на обжалование этого решения в президиум. Мы будем принимать решения, но мы должны все 9 числа высказаться, устроило нас это или нет. И второе, нормально ли, когда вот такое неравенство очевидное становится очевидным в судебном решении, в судебном заседании, а судебное решение выглядит ровно наоборот, что как будто все понятно и ясно, ничего не понятно и не ясно. Принцип равенства нарушен. И мы с этим делом не мирились и не будем мириться. Мы будем дальше пробивать эту стену и в конечном итоге пробьем в ней брешь. Мы уверены в том, что вопрос равенства является краеугольным кандидатом. Не может действующий мэр по своему усмотрению делать то, что он хочет. Тем более на выборах мэра Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова